По отзывам. Да ладно, какой нафиг по отзывам. Почему-то встреч пленкает, не знаю чем. Лигурийский регулировщик. Регули? Тьфу! Лигурийский регулировщик. Всем привет, дорогие друзья. Забрал заказанную давненько гладильную доску фирмы Dog Rular. Модель Perilo City. Упакована она сразу, внешне осмотрим. Упакована она в полиэтилен. Здесь снизу почему-то замотана встреч пленка, видимо для большей надежности. На гладильной доске нарисован статуя свободы, английский автобус. В общем, все очень красиво. С этой стороны главная фишка, что, ну, довольно-таки, судя по отзывам, надежный механизм и металлическая сетка. Доска очень легкая. Металлическая сетка очень крепкая должна быть. Сейчас про. Декоративная наклейка с достоинствами дальней гладильной доски. Что тут написано? Значит, эстетичный дизайн, значит, о размерах сразу упомянем. 110 сантиметров в длину, 33 сантиметра в ширину. А черная вся какая-то желтая. Так должно быть. Это вот чехол какого-то желтого. Вот здесь белый, а здесь желтый. Что за пятна? Дальше. Гладильная доска с электроподключением сити. Назначена для глажения белья в бытовых помещениях. Здесь особыми фишками являются. Почему-то накладки очень хорошо крутятся и совершенно не держатся. Что такое, не знаю. Чехол немножко в морщинках, в складочках. Дальше. Здесь есть еще смонтирована розетка для подключения утюга. Не знаю, насколько эта самая розетка надежная. Да или нет. Вот. Шнур. Шнур длинный. Ну, опять же, как длинный. Так вот он кажется длинный. На самом деле, не такой уж он и длинный. Дальше. Для раскладывания у нас здесь присутствует рычажок. Раз. Раскладываем. Все. Так. Попа. Самая минимальная высота вот такая. Сантиметров 60 от пола. Самая максимальная высота вот такая. Чехол крепится на такую специальную нитку. Прочную капроновую. В принципе, можно снять и постирать при желании. Распустив эту нитку. Основание металлическая сетка. Что-то все хрустит. Под ней поролон. Под сеткой. И уже сам чехол. Розетка 16 ампер 250 вольт. Обычная. Шатается. Насчет шаткости. Ну, вот. Эксплуатация, конечно, покажет, насколько она шаткая или достаточно мягкий металл. По крайней мере, вот этот люфт есть. Если вы будете гладить что-то очень тяжелое, она, возможно, будет прогибаться. Ну, в принципе, стоит отметить, что данная доска снабжена под утюжником. Это написано, как особая ее фишка. Под утюжник представляет из себя металлическую пластину с двумя хлипкими силиконовыми шайбами, на которую ставить утюг в горизонтальном положении возможно. Но он будет парить. Чтобы ставить утюг в полувертикальном, необходимо эти лепестки отогнуть внутрь. Вообще, я ожидал, что здесь будет какая-то силиконовая накладка, чтобы не царапать поверхность утюга. Но здесь ничего нету. Просто такая вот выемка. Диод загорелся в утюге. Розетка работает. Замечательно. Также в интернете прочитал советы, что при покупке новой гладильной доски надо первые несколько раз ее просто скрывать, прогладить сам чехол, для того, чтобы избавиться от запаха. И что у меня? Утюг согрелся. Ставим режим пар. Пробуем гладить. Скользит утюг по чехлу хорошо. Ну, само собой, потому что чехол новый, ткань еще не засаленная, не замученная жизнью. На тесте у нас трикотажный джемпер. Чехол не издает никакого запаха. При первом сейчас использовании, при нагревании, чехол совершенно не пахнет никакой синтетикой, ничем. Вообще ничем не пахнет. Также говорили, что в процессе глажки будет слышно щелкание металлической основы. Металлическая основа нагревается, потом остывает и щелкает. Этого нет. Металлическая основа нагревает. После того как вы его приходите на вну entonces как вы можете не перемешать. Субтитры создавал DimaTorzok